Приветствую на канале Финансовая жемчужина. Рэй Далио занимает 57 место в списке богатейших людей мира по версии Форбс. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в 18,4 миллиарда долларов. Кроме того, Далио занял третье место в рейтинге самых зарабатывающих менеджеров хедж-фондов 2019 года. Миллиардер считает, что мир сошел с ума от легких денег. По его мнению, капитализм перестал работать. Это обострит конфликт богатых и бедных и может привести к революции, когда мы все попытаемся поубивать друг друга, предупредил инвестор. В этом видео я расскажу, почему так считает известный бизнесмен и какой шокирующий прогноз он делает на ближайшее будущее. Ты еще не с нами? Немедленно подписывайся на канал, ведь это только повышает стимул создавать для вас новые видео. А теперь начинаем. Не так давно миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Ray Dalio в интервью изданию Business Insider поделился своим предчувствием грядущего мирового кризиса и предположил, что начаться он может с американского рынка. Далио не одинок в своих опасениях. На рынках уже почти два года существует мнение о том, что американская экономика перегрета. Фондовый рынок США находится на исторических максимумах. С середины лета индекс S&P 500 не оставляет попыток пробить психологический барьер в 3000 пунктов. Отношение госдолга США к ВВП по итогам первого квартала 2018 года превысило 105%. По прогнозам МВФ, вряд ли в ближайшей перспективе стоит ожидать снижения. Наибольшее опасение инвесторов вызывает переход Федеральной резервной системы США от программ количественного смягчения к ужесточению денежно-кредитной политики. Этот процесс характеризуется стерилизацией излишней денежной ликвидности, которая поступала в финансовую систему США за последние десятилетия. ФРС снижает количество ценных бумаг на своем балансе, что также сопровождается повышением ставок. В итоге риски могут заключаться в обвале американского рынка акций, разогретого до стадии пузыря в период действия нулевых ставок. Кризису быть и скорее всего это произойдет в ближайшие два года, заявляет Рейдалио. А от себя могу добавить, что судя по всему, простой человек к этому никогда не будет готов. Если у тебя есть мысли о том, как хотя бы минимально обезопасить себя нам, обычным людям, оставляй комментарий под видео прямо сейчас, а я двигаюсь дальше. У современных инвесторов слишком много денег, которые они готовы вкладывать под низкие или даже отрицательные ставки и сомнительные перспективы возврата средств в обозримом будущем. Уверен американский миллиардер. Об этом он написал на LinkedIn в посте, который называется «Мир сошел с ума, а система больше не работает». По мнению Далио, вкладывать деньги инвесторов вынуждает Центробанки из-за своих бесполезных попыток подстегнуть экономический рост. Из-за этого стоимость активов растет. Но поскольку у большинства инвесторов очень много денег, стартапам сейчас даже не надо думать о прибыльности или хотя бы иметь стратегию достижения, считая Далио. «Вместо этого стартапы продают мечты», пишет он. «Иногда молодым фирмам приходится брать финансирование, даже если им не нужны дополнительные деньги, ведь в ином случае инвестор вложит деньги в их конкурента», описывает Далио. «Вместе с тем, государства сталкиваются со значительным дефицитом бюджета и вынуждены занимать все большее», отмечает миллиардер. Он уверен, что с такими объемами рынок не может справиться без повышения ключевых ставок, потому что мир занимает довольно давно. А повышение ставок, по его словам, будет иметь разрушительные последствия для рынков и экономик. Деньги на займы, скорее всего, будут предоставлять Центробанки, печатая новые банкноты. Это тенденция выбрасывания денег из окна будет только нарастать, предсказывает бизнесмен. «Одновременно возникнут проблемы с выплатами пенсий и расходами на здравоохранение, потому что на них тоже будет не хватать денег. Это во многом коснется работников социальной сферы и госслужбы, которые так сталкиваются с сокращениями бюджета. И они не станут молча это терпеть», предсказывает миллиардер. Получается, что деньги легко доступны тем, у кого уже есть деньги и кто кредитоспособен, а для остальных они практически недоступны, пишет Далио. Результатом этого станет то, что пропасть между богатыми и бедными только сильнее углубится. По словам Рея, это может привести к тому, что богатые капиталисты станут все чаще переезжать туда, где разрыв меньше, а конфликты не такие острые. При этом правительство, не желая терять крупных налоговладельщиков, будут усиленно пытаться их задержать. «Поэтому система, которая пытается заставить капитализм работать для большинства людей, не работает», делает вывод Далио. «Он не предложил путей решения противоречий, которые описал. Это сочетание обстоятельств неустойчиво и точно не может и дальше продвигаться, как это происходило с 2008 года, во время мирового кризиса. Вот почему я считаю, что мир приблизился к большому сдвигу парадигмы», заключил инвестор. Текст Далио опубликовал вскоре после своего выступления на экономическом форуме в Коннектикуте. Там миллиардер призвал американских политиков признать растущее неравенство чрезвычайной ситуацией на национальном уровне. Он заявил, что если не начать бороться с ростом неравенства незамедлительно, то надо быть готовым к насильственной революции, когда мы все попытаемся поубивать друг друга. Прямо сейчас происходят неоднозначные события для мировой экономики. Неравенство растет, бизнесмены не устают об этом говорить, а нам нужно об этом знать. Поделись этим видео со своими друзьями, чтобы они были осведомлены о происходящем. Поставь лайк, если ролик оказался информативным. А на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр. Это канал Финансовая Жемчужина. Подписывайся. Думай. Богатиль. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова